Здравствуйте, я Наталья Некрасова, сатор школы машинного вязания. Сегодня у нас с вами вторая часть по вязанию новогодних бочкам. Мы вяжем голову. Задача провязать все детали и собрать голову, чтобы у нас верхняя часть бочка уже была готова. На следующей части мы будем собирать туловище. Сегодня голова. Вы видите количество деталей, их много. И для того, чтобы мне самой не запутаться, потому что детали сложные, я провязываю, видите, распечатанная таблица, я провязываю деталь и подкалываю к ней провязанный элемент. Провязываю деталь и подкалываю к табличке. Можно этого не делать, можно делать, как хотите. Итак, у нас с вами уши, 4 уха, 2 коричневых, 2 белых, цветовую гамму вы определяете сами. Мы набираем 14 петель, провязываем 21 ряд. И с 15-го ряда мы делаем убавки по одной, то есть довязали по прямой до 15-го ряда. И с каждым, с каждым ряд со стороны каретки убираем по одной петле. Получаются вот такие вот небольшие закругления ушей, их 4 штуки. Низ мордочки, нижняя часть рыжая. Набираем 18 петель и провязываем до 6-го ряда. В шестом ряду делаем прибавку с левой стороны, в седьмом справа и так далее. То есть мы вяжем по указаниям программы. Здесь указаны ряды, прибавка либо убавка. Провязываем до 18-го ряда, закрываем рыжий цвет. Середина головы белая. Набираем 9 петель и провязываем по указаниям. Со стороны каретки делаем убавку либо прибавку, там где плюсик. Плюсика нет, нет минус, это прибавка, там где убавка минус. Провязываем середину головы, получаем одну деталь. Рога 2 штуки. Две таких, две таких, потому что рога у нас, видите, они имеют симметрию. Для того, чтобы у нас получился полноценный рог, нам нужно сложить две детали в разном направлении. Получаются рога. Поэтому у нас два рога одного типа, два рога второго типа. Дальше. Верх мордочки, он у меня белый, тоже самое. Набрали 26 петель, провязали по указаниям программы. Табличка у вас будет подправленная. Вы все видите. Провязали. И две части головы. Они симметричны. Сюда мы в закругление будем сшивать мордочку. Вот так вот вставлять ее. И между двумя деталями у нас пойдет вставка головы. Широкая часть к мордочке, узкая часть в основании головы. Вот таким вот образом. И нижняя часть мордочки пойдет вшиваться вот сюда, в эту часть. Что мы делаем? Провязываем всю вот эту массу деталей. И наша задача их собрать. Еще раз. Вы получаете табличку. Вы видите ее. Останавливаете. Делаете в топ-кадр. Можете делать скриншот экрана. Можете прям с экрана вязать. Провязываете то количество деталей, которое нам нужно. Еще раз. Ушек надо четыре одинаковых. Можете цветом отличаться. Рога по две штуки. Каждая деталь. Все остальные детали по одной штуке. Цвет вы видите. Делаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И теперь собираем голову. Вверх мордочки и низ мордочки складываем. Видите, они разного размера. Это нормально. Это правильно. То есть они получаются все разные. Прямой участок у нас остается открыт. По контуру, по закруглениям мы с вами складываем деталь от основания до основания. И сшиваем. Как сшивать? Как хотите. Крючком, иглой, на машине. Вот как удобно. Самое главное, чтобы шов был плотный. Потому что это набивная деталь. И все швы будут испытывать натяжение, напряжение. Поэтому плотненько соединяйте. Сначала мордочку. Вот она. Прошили. Голову сложили. Две детали изнанкой друг к другу. Закругление. Это бок. Прямой участок, с которого мы с вами начинали, это нижняя часть головы. Закрывали мы. Это верхняя часть головы. От начала закругления мы прикладываем белую деталь. Широкой стороной к закруглению. И заканчиваем основание головы уголком. Сначала одну деталь. Все должно стыковаться в итоге. Потом со второй стороны вторую деталь. Это голова. Делайте. Соединяем. Соединяем. Потом мы сошьем мордочку. И заодно мы можем сшить ушки. Чтобы тоже не отвлекаться. Быстренько сшиваем ушки. Берем белый, коричневый изнанкой наружу. Прошиваем по контуру. Там, где прямой участок, оставляем. Выворачиваем два ушка. И рога изнанкой наружу. Складываем две детали. Какие у нас там стыкуются. Одна деталь. Прямой участок оставляете не закрытым. Мы будем рога набивать. Один рог. И второй рог. Сшиваете. После этого мы будем заканчивать мордочку. Соединять с готовой головой. Сшивать рога и ушки. Сшили рожки. Сшили ушки. Когда мы будем зашивать их, немножко присборите. Получаются такие совершенно замечательные ушки. Пришивать их. Вот так вот чуть-чуть с присборкой. И голова. Вшили центральную часть. Как я вам сказала, узкая часть идет на основание головы. Широкая часть к верхней части мордочки. Вшиваете. И в отверстие закругления вшиваем. Вначале явно просится прям зашить кусочек. Дальше мы вшиваем верхнюю часть мордочки и нижнюю часть мордочки. Так, чтобы можно было единым целым набивать. И вот таким вот деталем у нас с вами получается. Остается набить набивочным материалом рожки. Чтобы они форму держали, иначе они будут деформироваться. Ушки набивать не надо. Они будут очень толстые. Вот таким образом мы будем с вами зашивать. У коровы такие вот лопухи будут. И набиваете голову как следует. Основание можно не зашивать. Мы потом прям на шее вот так вот и пришьем к голове. Ой, к туловищу, простите. Итак, набиваете. Пришиваете в нужные места ушки. Между ушек рожки. Вот она уже прям видна, коровка. Вот она прям, прям вот коровка-коровка уже. И оформляете глазки. Соединили все детали, набили голову, пришили рожки, ушки, приклеили глазки. Можно еще носик оформить. Но я думаю, что окончательное оформление можно оставить на завершающий этап, когда уже будет готово и тело. Поэтому вот такая у нас получается голова бычка в результате нашей работы по второй части вязания. Продолжение следует...